Раздел 2. Практические методы суфизма Раздел 2. Практические методы суфизма Суфии – это люди дел и состояний, а не споров и слов. Ведь как легко спорить и поучать, но как тяжело притворять слова в поступки. В этой главе мы представим наиважнейшие пути достижения довольства Аллаха в суфизме. Это всего лишь притворение в жизнь положений Корана и сунны Пророка, салли Аллаху алейхи вассалам, и его сподвижников. Суфии не ввели ничего нового и не придумали никакой новой теории, а лишь следовали за посланником, салли Аллаху алейхи вассалам, делами, словами и нравом. Содружество. Сухбад. Его роль и значение. Сухбад имеет глубокое воздействие на личность человека, его нрав и поведение. Друг приобретает от своего друга его качество путем душевного воздействия и практического следования. Человек по своей природе общителен и не остается в этой жизни один, не обходится без друзей и знакомых. Если человек выбрал себе в друзья человека грешного, злонравного, лицемерного и так далее, то из жизненной практики известно, что эти качества переходят к нему. Он теряет свои добрые качества и незаметно для себя попадает в ряд безнравственных и грешных людей. А если же человек избрал общение с богобоязненными, нравственными, стремящимися к познанию Аллаха людьми, то непременно будет постепенно и за дня в день приобретать их добрые качества, твердую веру и божественное познание. Таким образом, он освобождается от недостатков души. Не стоит забывать и о том, что о человеке судят по его друзьям и соратникам. Когда ты в обществе, то подружись с лучшими людьми и отдались от плохих людей, чтобы не перенять от них плохое. Спрашивай о человеке, ты спроси и о его друге. Каждый друг – последователь своего друга. Сподвижники посланника Аллаха достигли высокого уровня духовности после темноты невежества лишь благодаря их близости к пророку, салли Аллаху алейхи вассалам. А табиины обрели высокое озарение благодаря близости к сподвижникам. Пророчество нашего господина Мухаммада алейхи салату вассалам предназначено всем временам и народам до самого судного дня. У пророка, салли Аллаху алейхи вассалам, в каждую эпоху и в каждом поколении всегда были наследники из числа великих ученых, познавших Аллаха и унаследовавших от пророка знания. Нрав, веру и богобоязненность. Они были его халифами в призыве к Аллаху и извлекали из света пророчества лучи знаний и наставления всего человечества на истинный путь. Одно только приближение к ним уже есть озарение. Кто придерживается их и содействует им, тот – проводник ислама. Тот, кто связан с ними одними узами, связан с самим пророком, салли Аллаху алейхи вассалам. Черпающий из их источников питается из самого пророческого океана. Такие наследники являются истинными носителями религии, воплощающими в своем образе жизни пример пророка, салли Аллаху алейхи вассалам. Именно о них говорится в изречении пророка, салли Аллаху алейхи вассалам. В моей умме всегда, вплоть до судного дня, будет присутствовать группа людей, придерживающиеся истины, и им не принесет вреда тот, кто оставляет их без помощи в час беды. Влияние их будет ощутимо во все времена и на каждом материке. Содружество с этими наследниками, муршидами, испытанное лекарство, а отдаленность от них – смертельный яд. Это люди, приближение которым дарует счастье, а дружба с ними излечивает души, облагораживает нравы, сеет убежденность в сердце и укрепляет веру. Всего вышеуказанного нельзя достичь одним чтением книг. Это достигается практически душевным притяжением путем следования за живым примером. В сердце каждого человека присутствуют тайные пороки, о которых сам человек может и не догадываться. Это такие пороки, как показуха, рия, лицемерие, нефак, лживость, зависть, хасад, эгоизм, любовь к славе, самодовольство, высокомерие, скупость. Вот слова Всевышнего. Скажи, Мухаммад, не поведат ли вам о тех, кто потерпел в деяниях своих убыток наибольший? Тех, чьи усилия в жизни этой были тщетны, а ведь думали они, что поступают наилучшим образом? Коран, Сура 18, Аяты 103-104 Как человек не может увидеть недостатки своей внешности без ровного чистого зеркала, так же ему необходим верующий брат, отличающийся искренностью, правдивостью, нравственностью, лучшими качествами, чем у него самого, и твердой верой, который бы указал ему на недостатки, душевные пороки и раскрыл тайные болезни сердца, возможно, словами или же своим примером. По этому поводу посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалам, сказал, «Му'мин – зеркало для му'мина». Мы не должны забывать, что зеркала бывают разных форм и видов. Среди них есть ясные и ровные, есть кривые, искажающие красоту лица, а так же увеличивающие или уменьшающие. Так же и среди друзей есть те, кто скрывают от тебя истину о твоей душе, восхваляя тебя и тем самым внушая тебе, что ты совершенен. Таким образом, в твое сердце вселяется самодовольство и обман. Есть и такие, которые все время упрекают тебя, тем самым лишая тебя надежды на благополучие твоей души и плоти. А совершенный мусульманин – это правдивый наставник, зеркало души которого очищено совершенным муршидом, унаследовавшим совершенство от предыдущего и так до самого пророка, салли Аллаху алейхи вассалам. Это зеркало, сделанное Аллахом, высоким примером для человечества. Всевышний сказал, Посланник Аллаха – пример наилучший для вас, «Для тех, кто страшится Всевышнего, верит в наступление Судного дня и Аллаха поминает многократно». Коран, 40, 33, аят 21. Практический путь душевного совершенства, приобретение нравственных качеств – это дружба с наследником пророка, салли Аллаху алейхи вассалам, истинным муршидом. Она увеличит твою веру, излечит сердечные пороки, в твою душу проникнет луч его души. И здесь становится ясна ошибка того, кто думает, что сумеет избавиться от своих недостатков сам, благодаря лишь чтению Корана и хадисов пророка, салли Аллаху алейхи вассалам, потому что Коран и Сунна – это большая аптека, в котором собраны лекарства от различных душевных болезней и недостатков, для излечения которых необходим лекарь, назначающий лекарства. Пророк, салли Аллаху алейхи вассалам, излечивал и очищал души своих сподвижников словами и состояниями. Вот что случилось, например, с высокочтимым сподвижником пророка, салли Аллаху алейхи вассалам, Убайем ибн Ка'бай, разли Аллаху ангу. Он рассказывал, «Я находился в мечети. Вдруг зашел человек, совершил молитву и прочел Коран таким образом, что я оказался недоволен этим чтением. Потом вошел другой и прочел совсем по-иному. После совершения молитвы мы вместе пошли к пророку, салли Аллаху алейхи вассалам, и я сказал, «Этот прочел неудовлетворительным чтением, а тот совсем по-другому». Пророк, салли Аллаху алейхи вассалам, велел им прочесть, и они оба прочли, и пророк, алейхи саллату вассалам, одобрил их чтение. В мое сердце закралось что-то из того, что было в Джагилии, «И когда посланник, салли Аллаху алейхи вассалам, заметил это, то ударил меня в грудь, и я покрылся потом, как будто я гляжу на Аллаха в страхе». Это говорит о том, что сподвижники пророка, салли Аллаху алейхи вассалам, не излечили свои души одним чтением Корана, а получили излечение от пророка, алейхи саллату вассалам. Он был их воспитателем, как Аллах описывает это в Коране. Он тот, кто направил к неведающим посланника, из их же среды. Возвещает он им аяты его, очищает их, учит их писанию и установлением божественным. Коран, сура 62, аят 2. Итак, очищение это одно, а обучение Корану другое, так как смысл слова «юзакихим» в данном аяте означает «дающий им очищение». И есть большая разница между наукой очищения и очищением, подобно тому, как чтение медицинской литературы – это вовсе не лечение. А совмещение чтения и лечения – это и есть совершенство. Сколько мы слышим о людях, читающих Коран, изучающих исламские науки, но страдающих от сатанинских сомнений, избавиться от которых они не могут даже во время молитв. Нам известно из современной медицины, что человек не в состоянии излечить себя, даже если он прочтет всю медицинскую литературу, без диагноза опытного врача. А ведь скрытые душевные болезни нуждаются в лекарстве в гораздо большей степени, и поэтому полезным для очищения души и избавления ее от пороков будет то положение, когда человек находится под опекой совершенного муршида – Мазуна, имеющего соответствующее разрешение и получившего в наследство от пророка, саллиллаху алейхи вассалам, знания и богобоязненность.